Привет, бойцы! Меня зовут Антон. Сегодня мы поговорим с вами о том, что такое правильный настрой на бой, как его добиться, чтобы показать свой максимум. Поехали! На мой взгляд, поражения намного больше нас учат, чем победы. Не в том смысле, что подняли руку не вам, а в том смысле, что когда вы сталкиваетесь с трудностями, с какими-то проблемами, какими-то задачами, которые вам нужно решать, то в этот момент вы начинаете расти. Если у вас нет конкуренции, если вы выходите на бой и побеждаете очень легко, то в этот момент вряд ли вы растете. Для того, чтобы побеждать, для того, чтобы мочь побеждать, необходимо иметь правильный настрой на бой. Вы должны быть собраны, вы должны быть сконцентрированы, вы должны с мочь выполнять всевозможные технические и тактические задачи, и в то же время вы должны быть способны боксировать, жестко принять бой, если это необходимо, если это необходимо подраться и так далее. И здесь мой тренер называл такое состояние спортивная злость. В чем разница между спортивной злостью и злостью? То, когда вы злитесь, вы готовы драться, но вы работаете предсказуемо, Предсказуемо, вы идете на поводу эмоций. Когда же вы работаете со спортивной злостью, вы сконцентрированы, вы собраны, вы хладнокровны, вы никуда не торопитесь, вы внимательны, выполняете четко поставленные задачи и в то же время вы заведены, вы заряжены, готовы биться. Недавно я был на конференции и там тренерам задался один вопрос. Очень интересный вопрос и вы подумайте также про себя, ответ и вас он удивит. Был простой вопрос и вопрос был такой план, какой тренер был самый лучший для них и почему. Почему этот тренер был лучший. И как ни странно, ни один из тренеров не дал ответ, что это была скорость, это была техника, то есть это был сам бокс. Все говорили о каких-то вещах, которые были рядом. Это больше какие-то психологические моменты, больше какие-то человеческие моменты. Например, один из тренеров сказал, что его тренер был очень внимательный, он мог там поговорить, разбирался психологически, мог где-то подсказать. Разные моменты были, каждый рассказывал про что-то, но никто не говорил про силу, про скорость, про выносливость, про бокс. Вообще никто не говорил про бокс, это очень странно, да? Поэтому бокс это как бы техника и так далее, это само собой разумеющийся. Но если тренер не просто боксер, но он еще и нечто большее, то это очень важно. Расскажу вам свою историю, какой был у меня пример. Я был на чемпионате страны, и там у меня были все бои тяжелыми. То есть первый бой у меня такой был, когда я вышел, я начал боксировать, и там именно была бойня, да? С кулака на кулак, все жестко, ни шагу назад, нужно было идти и ломать, да? То есть такая задача у меня была, потому что по-другому я бы не выиграл, и я это делал, да? В таких боях обычно очень сильно израсходуются и психологические ресурсы, и физические ресурсы, и все бои у меня были такими. То есть реально я выходил и выкладывался по полной, во всех смыслах этого слова. И когда я дошел до финала, то есть сегодня финал, я уже был полностью опустошен. То есть у меня не было сил, у меня не было никакого желания. Если бы я вышел на бой в таком состоянии, которое у меня было, то я бы просто вышел и просто бы отстоял. То есть я не был готов сражаться, я не был готов драться и бороться за победу. Я просто был готов выйти, ну, как будет, потому что я уже настолько устал и очень сильно убивал мой настрой. То понимание, что чем дальше я иду, тем сильнее у меня соперники, да? И, соответственно, если до этого у меня были очень сильные соперники, где там очень тяжелые бои были, то в финале будет вообще жесть. И это меня, то есть мой настрой напрочь убивало. И когда уже я готовился к бою, мой тренер Ефимченко Евгений Михайлович, очень хороший человек, тренер, он заметил все эти моменты, он заметил мою подавленность. И он сделал две вещи, которые мы сейчас с вами разберем. Первое, что он сделал, мы вышли на улицу, то есть подальше от спортзала, подальше от этой атмосферы бокса. И около 20 минут мы ходили, там был такой небольшой парк и разговаривали. Сначала он подвел меня к тому, что, скажем так, немножко успокоил тем, что мой соперник так же точно боксировал, так же точно уставал, и так же точно у него были такие же тяжелые бои, как у меня. То есть он так же точно устал, как и я. Мы примерно на одном положении. Нет такого, что он отдыхал, он полно сил, а я, допустим, выкладывался. У него тоже были тяжелые бои. Тем самым у меня сложилось впечатление, то есть он мне дал понять, что действительно у меня есть шансы. То есть не так, что противник там очень крутой, да, и он полностью заряжен, а я такой уже опустошенный. Он так же точно себя чувствует, как и я, ему так же точно тяжело. Второй момент, который, опять же, здесь же, он начал затравить какие-то моменты, которые для меня именно были важны, то есть, что мы к этому очень долго шли, что это очень важно для нас, что весь путь, который мы проделали, именно для этого был. То есть, очень важные моменты, которые меня мотивировали, и после этого разговора я себя уловил на мысли, что я уже немножко больше готов, да, я больше готов морально, я уже готов немножко попробовать, посражаться, побоксировать, не просто выйти, а уже здесь побороться. И когда мы работали на лапах, это был мой второй аспект, когда мы работали на лапах, перед боем, прям уже, то есть уже разбинка, все, я уже готов выходить, и я работаю на лапах, и здесь у меня начал заводить, начал немножко заряжать меня, чтобы появилась во мне злость какая-то. Давай бей, быстрее, что так слабо, сильнее, ну, какие-то моменты такие, вроде бы простые, но они в тот момент для меня сработали. И когда я вышел на бой, я уже был готов драться. То есть я и физически был готов, и морально был готов. Две вещи, которые мы сделали, и эти две вещи сработали. Когда я вышел на бой, бой был очень тяжелый, но не потому, что был соперник у меня тяжелый, а потому, что я до этого просто очень сильно уже устал. Я уже был измотан, и я выиграл бой. И я скажу так, если сравнить всех моих соперников, которые были, то финальный соперник был самый легкий из тех, которые были. Вот те, которые были на соревнованиях, они были сильнее, чем он. То ли потому, что он не успел восстановиться, как и я, допустим, я настроился, у меня тренер смог это сделать, а у него нет. То ли просто он был слабее изначально, не знаю. Но в любом случае из-за того, что я смог мобилизировать ресурсы, из-за того, что тренер мне помог и так далее, я смог выйти и победить. Поэтому очень важно уметь входить в это состояние, понимать, что вас мотивирует, понимать, что вам дает определенную мотивацию. Что вам дает определенную мотивацию. Допустим, мне всегда помогало то, что я думал о том, как я к этому долго шел, о том, как я тренировался, что я уходил в последнее зало, что я приходил самый первый, что я тренировался тогда, когда другие отдыхали и так далее. В общем, разные моменты, все эти моменты помогали мне быть более уверенным и более заряженным на победу. Когда вы тренируетесь, очень важно быть уверенным, быть уверенным. И когда вы расходите к соревнованиям, если вы работали не на совесть, если вы где-то филонили, то это все вспоминается сразу же. То есть вы должны работать не просто с виду тяжело, вы должны внутри работать тяжело. Когда вы боксируете, вы чувствуете, что вам сложно, вам становится тяжело, и в этот момент вы должны побороть себя, дойти до определенной черты, своей черты, перейти ее ненадолго и вернуться, да. После этого вы становитесь победителем. И когда вы выкладываетесь на тренировках, то когда вы подходите к соревнованиям, вы более уверены, да. То есть важно не самоуверенный, а уверенный, потому что вы пахали, вы работали. И совесть не обмануть, она всегда знает, работали вы или нет. Совесть, она как бы такая, никогда не спит. Поэтому, опять же, есть разные моменты, есть разные причины неправильного настроя, и с каждой причиной можно работать по-разному. Но это была моя причина, которая была в этот раз. У многих бойцов такое бывало, когда вы устаете, когда вас что-то утомляет, когда бой за боем, да, когда серьезные соревнования, когда не два боя, не три, там, опять боев бывает, когда там вес приходит и держит. То есть разные психологические моменты, они все на вас давят, и нужно с ними справляться. Это все сложно, но, конечно же, здесь нужен, с одной стороны, и опыт, с другой стороны, понимание себя. Учитесь понимать себя, свою психологию, свой организм. И на психологию можно влиять физически, и на ваше физическое состояние можно влиять психологически. Поэтому это два момента, которые как бы раздельны, но в то же время, если они работают с энергией, получается, то тогда ваш результат намного выше. Надеюсь, данное видео вам понравилось, и было для вас полезно. Делитесь своими мыслями, своими идеями и своими историями, которые были у вас. С вами был Антон. Подпишитесь на канал, поддержите меня лайком, комментарием. Для меня это очень важно. Поделитесь видео с друзьями, и до встречи в следующих видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok